где-то с 6 часов она до 9 здесь с ними очень было видать интересный я сам знаю что и на ее лекциях всегда будет интересно так и она известный джангаровед у нас республики если по эпосу джангар может поспорожить сергей гученович мучеряев это дым басметка заветет а мана юна артист и на урдне на уладили ну ода кюрты помоем к для авиага иногда уроки калмунского языка проводит интенды я сам к нему на занятиях ходил вот это тоже очень интересный янтен галюнге янтен галюнг бейлэган басник кучерна вич келля кенега уху медик чахшо ода дэрэн ахрабич куёнг дээнтан геймэс а буддизм может быть речь может быть еще какие-то опросы лы гаряев фе шаруаев еснег чё не янтен галюнг бейлэган монахсты юзилет танкиштан юзилет царынгин москва балысында ора дэйгат 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 бейлэг мана халмэг ауиаг заңшалыгы царынгин әмтіндэ юзилдэ кулс бақчудты кешкэт бағынаста ма мене ой утныр мана ой утныр мана ой утныр кезэнэ кезэнэ кэзэнэ гэхоу не знаю каком гадуани закончили мана институт басы тэк дэйгат дэймэ тыэмэ энтын дээ мт fireworks тыймэ бұхчу тададыр Так ну и дальше вот пустые даты есть. Можен посмотрим там на следующий месяц перешли может быть кого еще пригласим вот такой план. Сегодня будуные занять. Здесь я вам ещё покажу что мы сегодня будем делать Этот план на всякий случай. Вот халялькин. Эндирка мана зура. Эндирка зура киснем. Эдик джану зура киснем. Зура киснем план. Распорядок дня, режим дня. Это у нас, я скажу, третий или четверт занятий. Вот халяльный эндир, вот и мы зура киснем. Киснем киснем. Еще синоним приведите разговаривать. Как по-калмыцки сказать? Дугархэ. Дугархэ понятно, от какого сочетания получилось. Дугархэ. 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 Дунгэсэн. Звук, голос. Дугархэ. Дугархэ. Получил дугархэ. Разговаривать. Еще один есть синоним, как переводится, как беседа, разговор. Кындвир. Дугархэ. Дугархэ. Львидин. Еще какой термин? Ну-ка, вспомните. Может быть, кто-то знает, может не знает. Я сейчас объясню. Не знаете, не слышали? Вот там на 101-м, там на кольце есть такой ресторанчик гихо, кафэ гихо, как-то называется он. Коротко три буквы там. Кыр называется. Не видели? Видели, да? Как переводится это слово? Кыр как переводится? Во-первых, не знаю, во-первых, или во-вторых, два значения у этого слова. Это калмыцкое национальное блюдо, которое готовят под землю, ну, как это, горячей земле. И второе значение у этого слова кыр – это беседа, разговор. Я не знаю, какое значение у этого заведения. Ну, наверное, скорее всего, блюдо, да? Скорее всего, это же… И то, и другое подходит, в принципе, да. Кыр – беседа. Поэтому, чтобы вы знали. Есть такой текст, есть такой рассказ известный нашего писателя. Хойремгнакыр называется. Я советую вам почитать. Все время на каждых курсах я советую этот рассказ. Хойремгнакыр. Как переведем Хойремгнакыр? Беседа двух старушек, беседа двух бабушек. Хойремгнакыр, понимаете? Это вот такой Манжи Немгир написан, это до революции, еще до войны написан рассказ. Рассказ как раз-таки полностью посвящен калмыцкому поведению, калмыцкому этикету, обычаям, традициям, как встречали гостя, какие вопросы задавали и так далее. Очень такой интересный рассказ. Легкие восприятия сложных слов. Нет, ну, единственное, может быть, какие-то устаревшие слова и все. Ну, по-моему, не заметил я. Поэтому, сразу перехожу, вот здесь у нас есть, вон, третий пункт, чтение написано. Почему я вспомнил эти рассказы, эти тексты? Я советую вам, даже не советую, а даю задание взять текст какой-нибудь. А вы знаете, какой? Не знаете? Нет, Хальмагин не надо читать, он сложный слишком для вас. Какой-нибудь художественное произведение, рассказ какой-нибудь. Можно повесть, можно роман, любой. Насколько у вас духу вашего хватит? Чем толще, тем лучше. Ну, надо для джаналов, конечно. Кто что любит, в смысле, читать. Я, например, коротенькие рассказы не очень люблю. Я люблю большие, длинные, там, романы и так далее. Сказки – это другой жанр, я вам сейчас о них расскажу. Сказки-то, конечно, тоже можно. Тем более адаптированные для детей, которые, да, тексты уже такие выбранные, там, нормально, сложных слов нет, ничего нет такого, легко воспринимаемые и так далее. Можно и сказки. Но, имейте в виду, что сказки у нас – это несколько другой жанр. Сказки и эпос джангар – это произведение возвышенного эпического жанра. Естественно, там язык немножко другой. Чуть-чуть, но отличается от разговорной речи. Понимаете? Там вместо того, чтобы сказать «итн-утн», говорят «зоглтн». Понимаете? Для вас тоже, может быть, для многих не будет понятно. «Зоглхэ» – это уважительное, почтительное слово, когда говорят «отведайте пищу». Понимаете? Откушайте, да, если так можно сказать. Поэтому, а нас с вами пока вместе интересует разговорная речь, так же? Поэтому. Вот в эпосе джангар или в сказках, например, вы не встретите слово «мендит», когда здороваются. Мы же с вами разговорные сейчас везде говорим «мендит», «мендит». В эпосе джангар такого нет приветствия, и в сказках навряд ли вы встретите. «мендит» чон, а вообще есть там «мендит» чон, «мендара»-то есть. Ну, такой разговорный стиль речи. Иногда попадает в сказку. Там по-другому приветствуют, немножко выражение такого возвышенного эпического стиля. Ну, это вот такие некоторые произведения я вам назвал. Сказки, наверное, можно все-таки. Какие-то почитать, да. Конечно. Вы хотели на русском? В ни коем случае. Берете на русском, ой, на калмыцком текст. Если сказки есть дома, я еще раз говорю. Если есть у вас синхронный вот этот перевод, у нас несколько сборников таких есть сказок. Один и тот же текст на калмыцком и на русском. Видели, такое есть, да? Вот, по-моему, в прошлом, позапрошлом году выходил такой толстый сборник сказок. Так, если вам так легче, сделайте так. Возьмите и посмотрите, как этот текст или это предложение переводится на русский язык. Может быть, так вам легче будет. Но я вообще советую так. Взять на калмыцкий текст, взять словарь. Сейчас я вам словарь покажу. Вот, смотрите, русско-калмыцкий словарь вот есть. Вот видите? Большой такой, зеленый. Вот такой. Вот. Он, правда, такой, ему лет 50 уже, но все равно подходим. Многие слова понятны. Так, или же... А, русско-калмыцкий, я хотел вам... Вот этот словарь тоже зеленый большой. Здесь 26 тысяч слов. 77-го года. Или же этот словарь берете и смотрите. В электронном виде вот есть. Если на... В Йосандане есть еще лучше. Вот я вам прошлый раз говорил на первом занятии. Смотрите. А, там мы или нет? Да, да, мы не иском. Больше и не было. Вот, смотрите, обратите внимание особое. Какие не пойдут словарь? Не, можно, конечно. Ну, самое главное, чтобы вот эта квадратная скобка была. Видите, транскрипция. Как произносится? Потому что... Потому... Сейчас я вам какое-нибудь слово покажу. Вот слово гере. Видите, да? Написано вот так. Три буквы. Произносится вот гере. Гере, а не гер. Слово геме, наоборот, гем произносится. Там нету э в конце. По-моему, так. И сейчас найдем здесь. Посмотрим. Видите? Не гере, как здесь написано. Г. Г мягкое. Гере, здесь вообще е должно быть. Ну, по-моему, я не знаю, почему так сделают. Поэтому нужно обращать внимание вот на вот эти квадратные скобки. Потому что это очень такой важный момент. Слово-то мы можем прочитать, а вот именно произношение многие из нас не могут. Не знают, как произносится слово. Вот смотрите. Гецил, да? Вот Гецил, это духовное лицо. Сейчас, минутку. Видите, как написано 4, а как произносится опять. Гецил, е идет. Это вот такие примеры. Здесь какие-то такой ряд выбрал слов. Очень сложных, может быть, непонятных. В разговорной речи не очень часто встречающихся. Но, тем не менее. Вот на вот этих примерах. Вот даже вот это слово, может быть, вам непонятно. Но, тем не менее. Видите? Сколько здесь редуцированных гласных? Е, Д, Е, Х. Видите? Они на письме, их нет. А в произношении они есть. Гиген. Гиген. Вон. Есть звук Е. Вот это особое внимание я хочу, чтобы вы уделили вот именно этому. Конечно, современные тексты, пособия, вот эти учебники, они написаны без вот этих гласных. И очень часто людям бывает непонятно, тем более начинающим изучать калмыцкий язык, как это вообще слово произносится. Так же? Вот. Здесь есть такие мнения, чтобы мы перешли на новоорфографию, чтобы вот эти все редуцированные писались, чтобы мы знали, как читать правильно и так далее. Ну, это такие разговоры, которые, я не знаю, придут они наконец к логическому этому завершению или нет. Короче говоря, это, наверное, не нам с вами все. Вот, например, второй столбик, видите? Как написано, как произносится, ну и перевод. Вот. Например, слово «хэне» – «после лог». В русском языке – «прудлог», в калмыцком – «после лог». Как «хэне», а не «хэн». «Хэнгисн» – это овца, барана, одна ее. «Нарн», «нарын» – вот редуцированное гласное, неясное гласное. «Нарын». Вот этот домик в этом учебнике означает неясную гласную. «Герель», «герел», свет «герль». «РТ», «э» должно быть в конце. Не «РТ», а «РТ». Нет, «РТ». «РТ» – здесь нет, между «Р» и «Т» нет, калмыцное. Нет, «Р» смягчает. Вот, «Отхэ». «Отхэ» – «Герель», «Герель». Идти, куда-то идти, уходить, отправляться. «Отхэ», не «Отх», а «Отхэ». Не «Д», а «Т» произносим. Понятно, да? Вот. Поэтому нужно обращать… Опять-таки, и еще один момент такой. Вот «Отхэ», пускай на этом примере. «Отхэ» написано «Отхэ» говорим, да? «Отхэ». «Т» же слышится, так же? Всем «Т» слышится? Ну, точно так же. Пример такой, еще один. Я вот на одном и том же примере я уже 10 лет, как говорится, работаю. И все время выскакивает, и все это слово везде. Повторяется оно. Все время я здесь уже, ну, не знаю, наши курсы за 10 лет, сколько человек посетили. Все равно эта ошибка выскакивает, которая очень неприятная. Слово «кюшта» меня интересует. Сейчас я вам напишу его. Сейчас. Еще раз напишу. Где-нибудь здесь. Вот так сделаю. Вот слово вам «кюшта». Как переводится это слово? Супер. Кюшта. Супер, да? Кюшта. Как переводится? Еще раз. Точно. А? Мощь. Нет. Почему? Слово «кючин» есть в калмыцком языке. Кючин. Кючин – это мощь. Ну, кюшта переводится как мощный, ну, это, как сказать, очень хороший, там, великолепный. Ну, короче говоря, крутой, лучший, короче говоря. Это слово очень часто у нас в разговоре из «кюшта залу». Так же? Ну, почему его неправильно пишут? Ё-моё. Все время его пишут. Мы же говорим не «кюшта». Мы говорим «кюшта». Ше же произносится. «Кюшта» говорим, но «кюшта» пишем. Это же, как сказать, элементарно, это же обычная, как сказать, практика во всех языках. Помощник пишем, помощник говорим. Так же? Почему «кюшта» пишут? Вот я недавно опять в интернете видел «кюшта тур». Вот этот молодежь ездит по поселкам, концерты ставит там. Бат-Чемидал, потом еще кто-то там, короче говоря. Они его назвали «кюшта тур» через «ше» пишут. Вы знаете другое значение слова «кюшта»? Если через «ше» будет написано, есть слово «кюше», через «ше» написано. Кюше – это труп. Это мертвое тело. Понимаете? Кюше. Ну, получается так. Если вы не знаете писать, ну, позвоните хоть куда, спросите. У меня, в конце концов. У любого учителя спросите. Она вам скажет «кюшта» пишется, «кюшта» произносим. Ну, нафига писать «кюшта»? Не зная, как говорится. Понимаете? Не, ну, это тоже очень такой момент, очень такой нехороший. Вот это недавно тоже, вот в декабре, я увидел грамоту, подписанную уважаемыми людьми, директорами учреждений, начальством там и так далее. Команда «кюшта», занимающая второе место в каком-то конкурсе. «Кюшта» через «ше» команда называется. Ну, ё-моё, там уже неужели калмыкоеды этой школы не видят? Ну, не знаю, мертвых. «Кюшиль», «кюшильле», слово есть еще, от этого слова еще одно производное есть, «кюшиль» называется. Слово «к-ю-ш-э-ле», «череше», «крыса», «кюшиль», ну, который питается, не знаю, чем, да. «Кючин» — это совсем другое значение же. Пишется «кючта», произносим «кюшта», не надо «кючта» говорить. Говорим «кюшта», разговора нет. Ну, писать-то надо вот так. Вот вам свежий такой пример совсем. Старый пример я вам не буду говорить. Какой был со мной. Так, вот вам как произносится и как пишется. Это тоже очень важный момент. Поэтому нужно ходить, писать диктанты на калмыцком языке. Хоть вы, как говорит, стесняетесь, боитесь, думаете, не напишут и так далее. Нормально. Это все нужно же проходить самому. А не так. «Не могу гачкать геретан с улхом бештык тлен». Так, тоже, это тоже ошибка со стороны. Читать нужно побольше. Читать. Вот я говорю, текст берете, словарь берете, хотите на электронную, хотите бумажную ищите. И сидите, карандаш, тетрадь толстую, общую. И вперед, каждое слово написали, перевод посмотрели. Очень полезная работа. Очень полезна для вас. Сергей Гучиноч Мучеряев недавно мне показывал. Недавно, где уже год прошел. Я к нему пошел туда, в гримерку, в театр. Зашел к нему. Он мне показывал. У него на столе лежит словарь. Калмыцко-русский, зеленый. Он мне к Сергею Халяеву, Толею говорю. А что, говорю, полистай. Я полистал. И что ты заметил? Я говорю, ну что, словарь как словарь? Нет, ты не наблюдательный совсем. Весь вот эти страницы у него истрепанные все. Он говорит, я каждый раз его листаю. Понимаете, человек, ему сколько лет, не знаю, 80-90 лет, точное число, не знаю его возраст. Знаток калмыцкого языка. Практически каждый день я листаю, что-то для себя интересно нахожу. Читать, листать. Вот без словаря вам никуда, никак. Не продвинется ваша работа без словаря и без текста, если вы не будете читать, самостоятельно заниматься. У калмыка есть такая поговорка. Орднерат. Орднерат гисян? Ну, то есть, вникая, не откладывая, работая ежедневно. Вот поэтому нужно вот так, как сказать, заставить себя. Ну, раз вы уже сюда пришли, пожалуйста, работайте. Барсинсу и лясе. Барсинсу и лясе бича бере, барсинхоен бича тэвэ гисян, халмыгыл гюр басы нег бэд. Барсинсу и лясе бича бере. Барсинсу и лясе бича бере. Не хватайся за хвост. Тигра или барса. Барсин хоен и бича тэвэ. Ну да, если схватил, то не отпускает. Это про кого пословица? Для вас пословица же. Все, вы схватили, считай. Не надо было хвататься. Вы же пришли сюда, первый шаг сделали. Да, любой, лишь бы вот эта транскрипция была квадратная. Произношение лишь бы правильно было. А все остальные словари, они основу вот это. Умунии его все переписано. Больше никто словарей новых не создавал. Перепечатывали часть, может быть, это и так далее. Берем текст, карандаш, тетрадь и работаем самостоятельно. Тексты можно любые. Художественную литературу, сказку. Какой вы берете, такой и будет. Ну, пожалуйста, не берите газету Хальмыгыл. Это просто стиль другой, публицистика, политических терминов много и так далее. Не надо, это очень сложно. Порой я там не понимаю, что написано бывает. Понятно, да? Ну, учебник берите, пожалуйста, конечно. Там коротенький, зато текст. Баир возьмите, журнал. Там еще лучше, там совсем понятно все. Но, правда, нужно иметь в виду, что журнал Баир или сказки, это немножко, как сказать, адаптировано к детскому восприятию мышления. Если вы роман возьмете, какой-нибудь художественник, там уже предложения будут вот такие. Сложные там и так далее. Ну, все равно, можно как-то, не запутавшись, суть этого предложения распознать. Конечно, можно. Для начальных классов. Для вас, чтобы хотя бы начать. Халяльтин, дальше? Теперь ко второму пункту перейдем. Ко второму пункту перейдем, смотрите. Мягкость Л. Очень такая распространеннейшая ошибка в современном, как сказать, поведении речевом калмыков. Многие из нас не знают, что звук Л в ряде слов произносится мягко, хоть и нет мягкого знака. Вон, первую строчку читаем. Ильн, Кельн, Кельсин, Келле, Мельхе, Эле, Бюрюле, Ильгур, Эркабюле. Тоже там мягкого знака нет? Ягала, ягала, что же такое? Эркабюле, Ильгур, видите? Вот прочитайте вслух. Как вы знаете, что мягко произносится? Вы знали об этом или нет? Знали. А вы никогда не удивлялись, почему так? Нет. Ну, очень хорошо. Значит, у вас не все потеряно, у вас в голове все есть. Просто надо оттуда на поверхность, на рабочий стол выложить и все. И пользоваться. Ильин, почему мягкий знак нужен? Почему мягкому произносит звук Л? Почему? Объясните мне просто. Хорошо, вы что знаете, что произносится. А почему? Потому что впереди одна из этих шести гласных, вот она, скобка. Вот эта гласная, она смягчает последующий звук Л. Ильин. Л. Не Ильин. Современная молодежь, ученики, школьники, студенты. Да я сомневаюсь, что они, 70% из них прочитают Ильин. Кеун. Ну, не дай бог, так прочитают, не знаю. Кеун. Кельсин. Келе гисн, медикджаный. Келе гисн, ага. Келе. Мелхе. Вот здесь всего лишь не знаю какой-то процент, может, прочитает правильно. Остальные все мелхе прочитают. Л. Мелхе. Элегис нюг. Элэ прочитает человек. Элегисн. Ях джорчул гнэй нюгэ элэ. А? Выходка, может быть, элэ. Какое-то действие. Во-первых. Во-вторых, еще одно есть значение у этого слова. Сосед. Элэ. Да. Это сосед, который возле вас, жмана элэ. И первое, может быть, не знаю, какой из них первый, какой-то второй. Значение у этого слова элэ – это какое-то действие, какая-то выходка, что-то сделанное. Может быть, элэ и странность, эль-то. Бюрюлэ, знаете слово? Бюрюлэ. Сумерки. Бюрюлэ. Сумерки, знаем, что такое, да, когда темно? Бюрюлэ ульдым беше. Бюрюлэ хайакридым беше. Бюрюлэ ковер нельзя вытраховать. Там и так далее, да? Бюрюлэ, спать нельзя, бюрюлэ. Голова будет болеть. Вот. Ну, много у нас таких, как это, поверий, которые нельзя делать во время вот именно этого. Когда солнца не зда. Ильгургисн, Акмедык, джаны? Ильгургисн? Вот, блин. Ильгургисн – пример. Ильгургисн – пословица. Вот еще одна наших с вами занятий. Пословицы, поговорки, благопожелания, сказки. Скороговорки. Короче говоря, устно-народное творчество. Очень помогает в освоении языка, в произношении и так далее. Скороговорки. Сейчас мы несколько продемонстрируем. Ильгургисн – вот лэ мягко произносится. Вот первый ряд. Второй ряд читаем опять. Боль джэ, саль джэ, оруль джэ. А орул хэ, лэ там твердо. А здесь в первом случае мягко, а в втором случае твердо. Орул хэ. Йовул хэ, а йовуль джэ. Джэ. Здесь мягко, а там твердо. Зул хэ, зуль джэ. То есть, здесь сразу видно, что если после звука л есть согласное джэ или чэ, которое смягчает звук л. Мягкий знак не пишем, но произносим мягко. В общем, это вот такие, ну, несколько всего лишь примеров, которые я вам здесь написал. Когда текст начинаем читать, почти что через строчку вот эти слова попадаются. Очень много таких слов со звуком л, в которых нужно вот именно это правило соблюдать. Это вот первое, на что бы я хотел ваше внимание обратить, вот именно фонетики в произношении. Звук л. Потому что это вот как раз таки, если человек не знает этого правила, получается, что он не знает вообще, он только начинает изучать калмыцкий язык, он не знает языка. Вот я у вас сейчас вначале спросил, вы все говорите, да, мы знаем, что так мягко произносится. Ну, просто забыли почему. А вы все-то знают, что мягко произносится, оказывается? Просто вот я вам объяснил, что, оказывается, вот почему. Теперь, в следующий раз я очень сильно надеюсь, что вы будете уже правильно читать какие-то слова, выражения. И не будет никакого акцента вашей речи. А то так, если звук л твердо читает, получается уже какая-то не такая речь. Согласны, да, со мной? Так, теперь почитаем самый легкий текст, который я нашел в нашем пособии и в учебниках. Самый легкий текст. Эркабюли гисен? Семья. Эркабюли. Родина гисен Терскен. Терскен, газыр, это родина. А это семья. Написал какой-то студент молодой, 30 лет ему всего. Ну, конечно, это такой текст, выдуманный, может быть, чтобы объем был и так далее. Можем читать? Можем, да? Не, хорошо очень. Че там читать? Не знаю, че там или ничего там. Ну-ка, давайте кого-нибудь попросим вслух почитать. Давайте, кто-нибудь. Переводить не надо, просто почитаем. Читайте вслух. Помедли немножко. Вообще, доточки дочитать? Урдень. Так, боль же она. Вообще, тембр, как это? Калмыцкая речь, она очень быстрая, вообще, честно говоря. Когда вот кто-то хорошо говорит на калмыцком, он быстро, скоростью. Тык-тык-тык-тык-тык. Поэтому. А нам всем же понятно, как бы он быстро ни говорил, все равно нам понятно, о чем речь. Так же? Вот когда читаешь, да, чуть-чуть не очень воспринимается. Поэтому сдерживаться здесь нужно. Так. Вот давайте, мы прочитали с вами первый абзац. И что? Есть непонятные слова? Непонятные какие-то выражения, моменты? Есть? Что-нибудь такое, что бы вас смутило? Что вас смутило? Ар-язык. Север. Ар-язык. Язык гисн. Язык. Направление, сторона света. Язык-буква. Язык-ручка. Три этих значения у этого слова. Язык-это ручка, которую вы пишете. В смысле ручка вот эта. Я у меня ручки не доказал. Так. Бичур еще говорят. Ручка. Язык-это буква. Язык. И язык-это сторона света. Вот ар-язык. Ар-язык-это север. Ар-кавказ. Северный кавказ. Ар. От слова ар-дэ. Где ар-дэ? Сзади. Юг-эминезык. Почему? Юг-эминезык, а ар-это север. Потому что вход в кибитку у калмыков всегда был ориентирован на юг. Вот сейчас вот мы. Я вот сижу на юг смотрю. Вот там и кибуру и так далее. Там все. Бурхун у нас вот так он над нами. Вот туда смотрит тоже. Сейчас объясним. Поэтому утром он выходил с дома. У него впереди юг. Он знал, что юг у него всегда впереди. Потому что он кибит, когда свою ставит, по-любому он поставит, чтобы дверь смотрел на юг. Это сейчас у нас непонятно. Хоть как, ну, сами понимаете, не мы эти дома строим и так далее. Ну и даже если себе дом строим, там уже, мы же иногда не получается на юг. Ну, в конце концов, он же не кибитка, у нас домашка. Вот на юг. Теперь ар-юзык – это север, эм-юзык – это юг. Сюда смотрим. Вот я правильно сижу. Я вперед смотрю. Правая рука. Там, да, там солнце стоит. Бару-юзык – это запад. Зюн-юзык – это восток. Еще мы называем нарынгарху-юзык. Нарынгарху-юзык – это тоже восток. Где солнце? Нарын-суха-ю. Язык – это солнце, где сходи, запад. Язык – направление. Еще что непонятно? Эм-юзык-юг. Прочитать. Прочитайте вслух. Последнее предложение? Первый абзац мы разбираем. Мы первым. Последнее предложение, первый абзац. Прочитайте. Урднь. Бичигн. Эдн-таган-бя-дагбилявы. Урднь – раньше. Урднь – раннее. Урднь. Урднь – раннее. А еще как сказать недавно? Недавно. Вот-вот, накануне. А? Не, о-да – это сейчас. А недавно, вот-вот. Как сказать недавно? Шидыр. Или же как еще недавно? О-да. О-да-ахн. Недавно. Шидыр. Эрхын-шидыр, некоторые говорят. Некоторые говорят о-да-ахн. Урднь – до этого. Урднь. Раннее урднь. Так. Еще что непонятное? Я все равно к первому абзацу пока сижу, не ухожу с него. Би. Мингын. В каком году? Во, сейчас я минуту. Алло. Алло. Алло, Сергей Николаевич, меня зовут. А, меня зовут. Ага, Надежда Ивановна. Что там у нас? Я Наранучу сказал вчера. Он принимает решение. Сегодня, завтра сказал, что сделаем. Скажут, да? Ага. Все понятно. Вы держите свою группу. Да, держу, держу, как могу. Ага, все, спасибо. Давай. Так, теперь еще одна у нас с вами задача. Из этого первого абзаца выплывает числительные. Ну, мы тоже всегда свои занятия начинаем с... Разбора числительных, чтобы вы дома подучили числительные. Числа. Мингын и сунзун ирдыкчеджили. Дома... Сейчас мы с вами повторим, и я просто хочу, чтобы вы дома посмотрели числительные. Знаете ли вы все числительные? Можете ли вы правильно произносить? Если вы не знаете, поучите. Потому что числа знать – это очень важный момент речи. В любом, в любой ситуации практически нам нужны числа знать, говорить. Деньги считать нам нужно, премию нужно считать, пенсию нужно считать, за проезд нужно передавать и так далее. Так же? Так. Вот. Ну, здесь тысячные, сотни, десятки нам нужно знать. Девяносто? Ерын. Семьдесят? Восемьдесят? Вот посмотрите внимательно, дома повторите, найдите в словаре, покопайтесь. Я вам сейчас тоже сейчас могу все перечислить. Во-первых, очень в этом, очень сильно в этом, наверное, вам поможет. Ну, номер телефона свой нужно сказать на калмыцком. Так же? Это же элементарно. Вы же номер телефона свой знаете? Конечно. А как же на калмыцком сказать? Задумывались когда-нибудь? Нет, конечно. Вот задумайтесь, девятьсот пять, не, у меня какой-то, девятьсот тридцать семь, четыре шестьдесят пять, двадцать один пятьдесят девять. Вот. Сможете вы свой номер сказать или нет? Телефона? Генткен, Халим Гагар? Генткен нет. Генткен нет? Ну, тогда ухальджагат хачиган. Не обязательно генткен. Генткен не обязательно, тогда ухальджагат скажите, подумавши. Я хочу келикым. Да? Когда там год рождения свой, сколько вам лет там и так далее. Это уже следующий, конечно, разговор, следующие наши беседы с вами, но тем не менее, опережая эту нашу беседу. Открытьте, пожалуйста, свой номер. А вы поймете? Попробуем. Не туда позвоните вдруг потом. Я вам скажу свой номер. Плюс семь. Ирина. Что делать? Я вам скажу свой номер. Так? Восем. Так. Короче говоря. Два номера я вам назвал своих, между прочим. Так. Вот таким образом вам тоже нужно потренироваться. Вот у вас в семье, наверное, там несколько человек есть в семье, минимум. У каждого есть телефон, у каждого есть по два номера. У каждого есть, может, по три, не знаю, еще. Двери с ним, может, какой-нибудь тайный номер есть какой-нибудь. Заначку сколько у вас считать вы должны? Ну. Сколько осталось, отнимать надо, прибавлять все время. Толкеркте? Вот. Вот вам еще одна тема. Теперь. Ну что еще не понятно? Джильде. Лэ мягко произносим, да? Джильде. Хальмик танкчик из медик жану? Медик жану? Арузик тэ. Вот это окончание тэ обозначает, что? Место. Или же действие, кому обращено. Датель на местный падеж называется. Тэ. Бэхэ бичкэн сэлянды. Бичкэн сэлянгисн термин басмедик жану? Тэрхэгисн. Родился. Тэрля. Вэ это кто родился? Я родился. Вэ. Тэрля вэ. Азначает первое лицо. Я родился. Тэрля. Вэ. Тэм-тэмэ газыртэ тэрля. Вэ сибиртэ тэмэ газыртэ тэрля. Вэ. Иссин района тэмэ сэлянды тэрля вэ. Родился. Менэркэ бэлээ икэ. А если не большая, если? Икэ бишэ можна сэгадь, а можна? Бичкэн. Тэрэн. Зурган кэйнэс токтэна. Токтэна гисн. Састайд. Токтхэ. Начальна форма токтхэ. Абразовывайца. Зурган кэйн гисн. Шэс чылээ. Экэцкэ. Ахэ. Хойыр дэкэээн. Два млад. То есть четверо пацанов у них, да? Полчай. Хойыр дэкэээн болуын би и ягэчэн. Зэс мож бүть любой расклад. Дэкэээн гисн. Дэкээкэн гисн. Младшая сестра. Экчэ гисн. Старшая сестра. Экчэ. И так далее. Ауэээчэ. Кэсмэ. Кэсмэ. Так. Много. Кыкн. Одна. А кыкдэ. Много. А мэ что такое? Маи. Маи. А если было бы твои? Твои сыновья как сказать? Твои. Не ваши, а твои. Чини. Ковид. Ковид чин. Ковид чин это твои. Мои это ковид. А его сыновья? Их сыновья? Не, можно сочетанием, а можно одним словом добавить нужную частицу. Нет, ковид нет такого слова. Ковидне. 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 Мюнгне. Толганне. Кальгарнне. Машинне. Это его все, понимаете? К слову ковис. Ковис такого слова нет. В разговоре речи есть слово ковис. Много ребят, пацанов. А в литературе речи будет говорить ковидне. Писать, то есть мы написать не сможем ковис. Сказать мы сможем, конечно. Я же как в прошлый раз вам говорил, мы можем еще дальше сказать. Ковис мы сможем сказать. Это будет разговорная речь, нормально восприниматься. А вот писать это никак нельзя. Так, давайте дальше второй абзац попросим кого-нибудь. Кто видит хорошо? Продолжение следует. Эрдым. Эрдым – профессия. Бакшин, можно сказать по-другому. Бакшин эрдым. Та. Бакшин эрдым. Идым хээнэ гиснёк медик джаны? После обеда. Все вы знаете. А что тогда вы пришли-то? Идым хээнэ. А сами говорят, ничего не знаем. А сами все знаем. Идым хээнэ. Перед обедом? Перед обедом как сказать? Идым. Идым эмэнэ. Идым хээнэ. Аввабет? Идля. Аввабетины перерыв? Идым. 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 Заусыр. Тэ. Заусыр гиснэ перемена, перерыв. Заусыр. Идым заусыр тэ. Так. Дальше. Что там еще можно? Кёдлмыш эсэн. Кёдлмыш гиснэ? Работа. 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 И такое еще есть в калмыцком словаре еще один перевод слова работа. Аджил. Аджил – это работа тоже. Так. Сулцаг. 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 Вот глаголы с суффиксом хла-хля переводится. Если. Если есть свободное время. Сулцаг бе-хля. Сулцаг бе-хля. То есть я вас сейчас ориентирую на то, что как переводится это слово, как, что означает тот или иной суффикс, аффикс, который добавленный, чтобы вы могли правильно перевести, да? Правильно сказать что-то. Бе-хля. Если есть. Ги-че-ир-хля. Как переведем? Когда придут или если придут? Ху-ре-ор-хла. Бальчик болхы. Сасын орхыла. Ивель болхы. Да? Вот примерно так. Яллау, яллау. Яллау. А это просто сад. Фруктовка. В нашем саду мана сад. Газет журнал «Умшкадан» и «Ердурта». Газет журнал «Умшкадан» не переводится? Не знаю. Газет журнал. Ну, нет, наверное, журнал «Газет». Газета не переводится же, казнь. Навряд ли. Газет Мазет может. Журнал «Мурнал». Это будет по-калмыцки. Газет Мазет, журнал «Мурнал». Газет Мазет возможен. Вряд ли не будет. Если был бы здесь, я бы перевел его как-то. Газет. Газет Мазет, благоннах. Газет Мазет. Любит халмыцкий чай пить? Ух, дандурта, вообще без ничего, без обозначения. А, говорит, ух, дандурта, это уже другой вопрос. По-другому переводится, да? Ух, дандурта. Я не так не говорил, это не я говорил. Ця ух, дандурта, хальмык ця ух, дандурта, алимнашуюся ух, дандурта, алимнашуюся ух, дандурта, яблочный сок, лимонаду ух, дандурта, дурта, то есть любит, ну не обязательно, вот я хочу сказать, чтобы вы это подставляли, хдан, дурта, умшхдан, дурта, кельхдан, дурта. Любит что-то делать, да? Любит разговаривать по телефону. Так, давайте третий абзац почитаем. Сегодня у нас чтение. Ну и небольшой такой, в принципе, вам все понятно, как с этого текста. Ё-моё, надо бы посложнее мне текст принести. В следующий раз посложнее будем читать. Так, читайте третий абзац. Слух. Ага. Медик, чайно? Я ловил. А что вам непонятно? Скажите мне, что непонятно-то. Все понятно. Так. А черт ее знает, может она не калмычка. А что, у калмыка не бывает как-нибудь, ну что ли? Тоже бывает? Как практически нет? Кэкэ нюттэ. Кэкэ нюттэ. Кэкэ нюттэ это значит, слово кэкэ в калмыцком языке может обозначать два цвета. Кэкэ тэнгэр и кэкэ ноган. Кэкэ тэнгэр это синее небо, кэкэ ноган это зеленая трава. Видите? Одно и то же слово обозначает два цвета. Короче говоря, кэкэ нюттэ. Утхарустэ, кэкэ нюттэ и так далее. Вот опять-таки обратите внимание на окончание тэ-тэ. Наверное, скорее. Не будем углубляться, наверное, что-нибудь такое. Вот. Кэкэ нюттэ. Ой, блин, сейчас будем обсудить. Сейчас мы будем обсудить, где больше зеленоглазых, а где меньше черноглазых. Так. Можно без иендыр просто нурхта, если говорим, то это не значит со спиной. Это значит высокого роста. Так. Мене экэ дуду, вот. Дудулхдан дурта. Тоже самый оборот, который раньше объясняли. Дудулхдан любит? Петь. Мана саты кэдли хлярын. Когда она работает, опять-таки запоминаем, хлярын, хлярын. Эне дангин. Ага. Хальма гулсин дуд. Не, она все-таки калмычка, она же калмычка письма. Дангин всегда, постоянно. Дангин. Ну, эркэ дуду, хлярын, это другой разговор. Там уже от глаз не зависит, ни от чего не зависит. Это, смотрите, дангин, слово постоянно, всегда. Еще синоним назовите, который мы чаще используем, чем дангин. Ондин. Ондин дырвинцакте. Дангин дырвинцакте. Здесь разницы нет. Ондин. Ондин всегда. Так. Я почему с вами подробно этот текст разбираю и все время спрашиваю, вам понятно? Потом не говорите, что непонятно мне было. На следствие занятий я же спрашивать буду. Вы же будете про себя рассказывать. Вот по этому принципу. Подставляйте свою семью и все, и пошел. Я попрошу не выдумывать ничего, а Йосендан говорить про свою семью. Потому что вы думаете, это уже не то получится. Так. Мини хамгин бичкин дыкаю школу дысурна. Хамгин бичкин. Самый младший. Здесь у нас идет немножко еще терминология родства. Если старший ребенок в семье, как будем говорить? Ну, можно сказать икэ, а можно сказать уугн. А, и еще. Как дети. Как сказать на калмыцком дети? Еще как сказать в этой семье трое детей, например? Гурун. Кюкта. Кюкта подумают девочки. Юрта. Юрын – это дети. Юрын. Юрдют. Юрын – это ребенок. Юрын. Хойрюрта. Двое детей. Гурун-юрта. Там уже не расшифровывается сыновья или дочеря. Так же? Юрта. Ой, я голова. Гурун-юрта. Хойрюрта. Гурун-юрта. Дырын-юрта. Так. Дудулна. Дальше. Где мы останавливаемся? Мы четвертый абузас читаем слух. Вот вам еще текст. Ильгахе саната. Как переведем оборот? Хочет Ильгахе отправить. Ильгахе отправить. Саната имеет такое намерение, имеет такие мысли. Санан – это мысль, да? Вот это такой оборот, который нужно прокомментировать. У нас очень много неправильных переводов с русского на калмыцкий, когда вот идет не такой перевод, который именно должен быть в калмыцком языке, а вот идет просто буквальный перевод с русского на калмыцкий. Буквальный перевод. То есть калмыцкий так никогда не скажет, а перевод можно сделать. А если вот ты вот считаешь это своим родным языком и так далее, ну в твоем воспитании немножко по-другому это говорится, понимаете? Я, наверное, не так выразил. Как сказать? Вы же не скажете? Вы будете говорить, что есть? Хочу есть, хочу кушать. Хочу домой. Студент говорит, что домой хочу. Герем? Герем санчанав. Хочет домой. Вот. Хочу спать? Хочу спать? Вот кто-то сейчас у нас если не внимательно слушает, он здесь думает, спать хочу, блин, рубит меня. Яшкельхим? Унтхар седжанав неправильно, ё-моё, вы что? Нэрым кюрчана же правильным будет. Чисто по-калмыцки хочу спать, будет нэрым кюрчана. В смысле на сон клонит меня. Нэр гисн? Сон. Кюрчана доходит до меня, догоняет меня сон гиснег. Нэрым кюрчана. Ход гесим эльсчана. Нэрым кюрчана, гесин эльсчады кчыгын. Как переведём? Этот мальчик прогалдался. Гесин эльсчады кчыгын, гэсим эльсчады кчыгын, да? Гесим эльсчады кчыгын. Поэтому вот эта ильгахи соната, это тоже. Хочет отправить в Москву. А не ильгахар седжанэ. Ильгах соната. Эльсчанэ. Гесин эльсчанэ. Энджиль. Энэ. Энэ он. Энджиль в этом году. Просто с двух слов сделали одно. Энэ джилэ. Отдельно пишется, а энджиль вместе пишется. Энджиль. Энджиль. Школан. Тэксэ джэ. Так, теперь. Как переведите мне вот это предложение? Энэ. Энджиль школан. Тэксэ джэнэ. Переведите. Какую? Какую? Ну, ясно море среднюю. А какую именно? Ну, здесь же написано, какую. Свою. Ну, как, вон, школан. А если любую школу был, был бы школа тэксэ джэнэ. Понятно же это вам? Вам видите? Вы понимаете, о чем речь, но вы объяснить просто не можете. Ну, я, наверное, не понимаю. Не, ну, в любом случае, ты можешь понять, что речь идет о своей школе речь. Так же? Кэвюгэнэ. Кэвюгэнгисын? Своего, а кэвюгэ? Чужого. Понимаете? Гараннэ. Я же мою свои руки. А если чужие были, был бы гарэ. Или гаригэ. Видите, в чем дело? Аннэ это свой. Дэктрэн. Экэннэ. Экэнгисын? Свою. Аэкигэ? Ну, может быть, какую-то чью-то. Экэгэ. Бадмин Экэгэ. Эндрюзлев. Видел мать Бадму. Так же? Экэгэ. А Экэннэ это свою мать. Эцкэннэ. Точно так же. Свою машину помыл. Машигэн же? Машигэн, конечно. Никто не задумывается, где говорит Машигэн. Но. Можно еврея не говорить. Уже есть окончание. Аннэ это означает свой. Деньги считаю. Ну, это когда свои считай. А если не свои? Просто Мюнгэ. Или Мюнгэ и Гэ. То есть, это вы знаете, видите, просто, ну, вам не проходило никогда в голову, что оказывается-то вон почему. Никто не задумывался. Просто знаем, что вот это идет, такой оборот нужно говорить. Так же? Вот. Нужно голову помыть мне сегодня. Толгаган же, так же? Вы же не говорите толгаган ухаха. Вы говорите толгаган ухаха. Чай нужно попить. Пойдем чай попьем. Мюнгэ. Чай нужно попить. Чай нужно попить. Хотан. Ид. Хм. Там махан. Шар. Хм. Мясо. Свое. Все свое. Аннэ. Если чужое, другое. Там аннэ не будет окончания такого. Аффиксы называть. Кюнэмэнгэн толхэ. Неправильно составлен выражение. Кюнэмэнгэ толхэ. А Мюнгэн это уже свое. Поним? Мюнгэ и Мюнгэн. Разные вещи. Где-то чужие считайте, а где-то свои. А чужие аннэ или эннэ? Аннэн? Сейчас, подождите, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, вот. Видите? Гласные. Сколько их посчитайте? Шесть. Шесть гласных. Они называются мягкие гласные. Или же джёльнэк, экшик. Или же эминдарана экшик. В школе изучается. Эминдарана джёльн. Это один и тот же тип гласных. Мягкие гласные. Закон сингармонизма монгольских языков. Два ряда гласных. Если в первом слоге мы написали мягкую гласную одну из этих, из этого ряда, везде будет гласная из этого ряда. Понятно, да? Поэтому, вот как раз таки на ваш вопрос отвечаю. Чем, где анн писать, а где энн писать. Если впереди есть гласные из этого ряда, то будет э. Если впереди гласные другого ряда, то будет а. Твёрдые и мягкие. Твёрдый ряд это а, у, о там и так далее. Это правило изучается, не знаю, в втором или первом классе и в пятом классе. Шестая. Да, э. Это на эту, тем не менее, совершается много ошибок на это правило. Вот, к примеру, вот слово терляв, да? Иногда здесь можно такую ошибку совершить. Вместо э написать я. Ну, кто плохо владеет халмыцким языком, напишет я. Вот этот, очень часто в школе я, когда работал, диктант, когда читаешь детям. Иногда вне титуле национальности урок проходит и так далее. Частая такая ошибка. Бе-не, когда пишут. Бе-не. Вторую, после не пишут я. Бе-не пишут. Многим слышишь э. Ой, я. Понимаете? А вот именно по правилам должно быть. А если в первом слоге, то везде будет мягкое гласное. Вот это ряд мягкие гласные. Чтобы вы знали, я специально вот его написал. Так. А, конечно, там и слышится байрыльджанал. Джа, нав. Монгол говорит. Монгол говорит байрыльджанал, хотя у нас... В настоящее время в нашем современном поведении у нас вошло вот именно в язык. Недавно, где-то 90-е, 80-е, не знаю, 90-е годы вошло это слово байрыльджанал в форме благодарности. Раньше в ни в одном произведении нигде я не видел слово спасибо, что переводилось как байрыльджанал. Это сейчас. А сейчас все так говорят, да. Вместо хан-джанал говорят байрыльджанал. Просто объяснение в жизни, в быту. Раньше в Москве и в Москве и в Москве, в Москве, и 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 в Москве. Когда кто-то помогал, они радуют, там, человек помогает. То есть, если ты никому не помогаешь, ты умеешь. А слово хан-джанал образовалось из-за соседства русского языка. Во-вторых, у монголы ханджанав нельзя говорить, а у калмыков можно говорить. Поэтому у нас в любом том же произведении, на что опираться нам надо, на что-то надо, везде идет форма ханджанав. Байрильджанав такой формы нет, она есть у монголы. Мы разные, хоть и родственные, но мы разные народы, у нас свой язык, свой собственный и так далее. Поэтому можно, конечно, иногда посмотреть монголы-русский словарь и что-то позаимствовать, но не всегда. Если можно соответствие своем родном языке найти, можно туда и не смотреть. Во-вторых, есть такая пословица, не пословица, наверное, скорее всего, поговорка такая. Некоторые иногда произносят хальмы кун хандым беше кельдым, да? Откуда? Вы слышали такое? Почему? Потому что здесь пропущен один момент. Хальмы кун хандым беше. Как вы переведете вот этот поговорок? Как это так? Получается, халмык неблагодарный человек, что ли, получается? Не благодарит, что ли? Здесь пропущено кое-что. Просто нужно домысливать. Хальмы кун эркэ бюльдэн. Эрхэн эльгэн саднэн. Ирдыттэн хандым беше. Экэ цктэн. То есть в кругу близких родственников, родителям, детям, бабушке с дедушке, калмыки не произносили форму благодарности. Вот когда, я вот, например, так воспитан сам лично, когда мне племянница говорит спасибо, мне до того неприятно было. Вы замечали такое вообще? В кругу семьи мы калмыки не благодарим друг друга. Если вы вот, я ей чай налил, она мне говорит, спасибо там, Аллашка. Ну что это за фигня? Я, например, это не понимаю. Потому что, когда я рос, такого не было. Я знаю, что в кругу семьи друг друга калмыки не благодарят. А когда уже за границу у семьи вышли, там уже у знакомых и так далее, среди знакомых или же знакомым, незнакомым человеку, форма благодарности в калмыцком языке где-то штук 30 вот этих фраз, с помощью которых можно отблагодарить человека. Это не значит, что калмыки не благодарят никого. Во-первых, начиная с ханджанал и дальше пошел. Пример такой. Пример такой. Вы помогли пожилому человеку что-то сделать, там, сумку донести. Как он вас отблагодарит? Утнастаболы. Баткишктаолы. Так же? Так. Теперь, например, вам сообщили какую-то приятную для вас новость, но которая еще не сбылась, но должна. Вам говорят, через 2-3 дня будет аванс и вам премия упадет. Уже все, бухгалтер вам говорит. Еще не... Вот. Еще это не произошло, но будет уже все. Как вы в этой ситуации как отблагодарите? Амунчинто. Стабол тха, конечно. Так же? Пускай твой род будет масли. Вы же ханджанал ему не скажете? Так. Или же там очень человек очень преклонного возраста хочет вас отблагодарить. Как он скажет? Мининасандекюры скажет. Вот видите, таких форм благодарности много. Сянкюргенляхаргэ. Это девочкам. Это тоже форма благодарности. Это тоже форма благодарности. Пожелание. То есть форма благодарности в калмыцком языке очень много, предостаточно. Но в кругу семьи это очень редко, практически не было в кругу семьи таких моментов, когда друг друга благодарили. Медыгджану? Медыгджану. Не знаю, сейчас у каждого в семье по-разному, но, например, я вам рассказал о своей семье. И еще один момент такой этикетный, если продолжать эту тему. У калмыков в семье было принято между родственниками старшим и младшим обращение на вы. Никогда старшим родственникам не тыкали, ты не говорили. Обязательно вы. Дети к родителям обращались на на вы. К старшим родственникам, особенно к лицам мужского пола обращались на вы. Пускай этот юноша будет намного младше, он же мужчина, к нему обращались на вы. Раньше было так, сейчас этого, конечно, нет. но в обычных традициях калмыков есть такая пословица чигисн чичсмете, тагисн талсмете. Сказать ты все равно, что толкнуть или ударить, сказать вы все равно, что приласкать. Вот какие-то моменты, ну изучение в любом случае языка не обходится без повторений, объяснений калмыцких традиций и так далее, это все тесно связано, поэтому мы будем часто отвлекаться от, может быть, основной цели нашей с вами. Вот, мы с вами дошли, дошли до середин текста, по-моему. до середин текста дошли и вам все понятно, это очень хорошо. Я думаю, что даже мы можем дойти прямо до конца текста, вам все будет здесь понятно. Здесь написано очень простым, понятным, легким языком, простыми предложениями, здесь нет предложений сложно сочиненных, сложно подчиненных, оборотов деепричастных, причастных тоже нет, к сожалению, наверное, скорее всего. Для вас на сегодняшнем этапе это нормально. Потом дальше нужно будет и такого рода предложения разбирать. Вот здесь смотрите, вот я не считал сколько слов в этом тексте, не считал, где-то около 200, наверное, есть, где-то 200 с лишним слов в этом тексте, если не больше. Из этих 200 слов вам где-то слов 5-6 непонятно, я так понял. Кэгджим это музыка. Кэгджим музыка. А вале. Что там еще? Какисло? Прочитайте. Дару, Дару не это часто? Нет, иногда Зарымдэн. Где-где? Сургуллин Тускар где? А, Сонимсду. Сонин интересный. Сонимсхэ интересоваться. Сонин это интересно. Сонин зэнгэ гисн? Интересная новость. Сонин зэнгэ. А? Хэткэ это следующий, последующий. А слово хэнь после. Хэткэ джэльдэн гисн? В следующем году. Хэткэ джэльдэ. Так. Это после меня, который идет братишка младший. Так, ну вот текст вам. Пожалуйста, по такому тексту я вам задание даю. Я вас просто как же музыка? Музыкаль школы. Я хочу сказать, из-за этого текста, если вы не выполните мое задание, не надо это сам пропускать занятие. Двойки я не буду ставить, зачет не буду ставить. Просто чтобы вот если вы не сделали и не пришли так не надо такой причины. Нормально, не сделали, но пришли, ну что Сергей Николаевич здесь опять объяснит. Еще страшного в этом нет. просто постарайтесь, я хочу сказать, задание дают для того, что вы делали, понимаете? Ну не сделали, но удаяхом. Для себя же вы работаете. Поэтому вот это не должно быть причиной пропуска занятий. Понятно, да? Теперь постарайтесь вот этот текст, ну я не знаю, с фотографиями, в этом найдете вы на сайте Хурула вот это пособие, в этом пособии есть этот текст, даже с переводом есть. Сейчас я вам вот это пособие покажу. которые там есть на сайте Хурула, и вы этот текст найдете с переводом. Если что-то вам непонятно, оттуда посмотрите. По этому плану, вот пособие, смотрите. Вот, ну можно с этими авторами, можно... там будет называться. Здесь несколько вариантов этих пособий. Вот, видите, менюерка билет, тема 13-ая. Ой, не 13-ая, 13-ая страница, сейчас я найду. вот это диалоги. Вот смотрите, текст с переводом идет. Я вам дал текст без перевода, чтобы мы прочитали. А здесь он с переводом, не надо, может быть, сидеть со словарем, но это специально сделано для того, чтобы вы по этому плану подготовили рассказ о своей семье. о своей семье. Постарались, на следующее занятие я постараюсь проверить вас. Стесняться, бояться, пугаться, прятаться. Не нужно этого делать. Наоборот, вам нужно практиковаться, здесь постараться говорить что-то, потому что вы, я вам, только здесь я вас могу исправить правильно, понимаете? Если вы в чем-то сомневаетесь, спросите у меня здесь. Никто здесь над вами смеяться, смеяться никто не будет. Сейчас, минутку. Потому что вы пришли сюда учить сайт Хурула. Там, где новость идет о калмыцком языке, там внизу ссылка есть, туда нажмете, скачаете это пособие. Да. Вот так, ну, по-моему, так называется, может, по-другому называется. Говорим на родном языке, слушаем родную, здесь не важно, просто эти, как его, названия другие. А так, содержание одно и то же. Так, у меня еще одно занятие, потому что сейчас люди будут подходить. Следующая наша встреча в понедельник. занятие, практически, ну, я опять вдруг сейчас неправильно ничего не скажу, занятия у нас всегда бывают, то есть, не пропускаются. Иногда бывает какой-нибудь форс-мажор, но это практически очень редко бывает. Так, занятия все идут по расписанию. Со следующей недели, может быть, четыре часа другой преподаватель будет проходить. ну, из наших, из нашей кафедры кто-то будет проходить на четыре часа, скорее всего, я не знаю, кто, но должен проходить на четыре другой, в шесть я буду сам ходить, потому что по времени чуть-чуть не сходится. Нет, зачем? Проходить, как проходили, ничего страшного. Разницы нет, я или другой преподаватель, суть-то одна. А четыре часа будет стоять? Не, может, другой будет проходить, я еще не знаю, кто. Со следующей недели, может, через неделю, я не знаю, как. Понятно? Ничего страшного, как ходили, в четыре ходите. В шесть часов я уже буду вести. А зачем это повторяться будет одно и то же? Если непонятно, на первом занятии не поняли, можете в шесть прийти, да, два раза посидеть, никто вас не гонит. Это где оно? Так, со следующих занятий у нас, вот план я вам показал, там будем преподавателей каких-то еще приглашать, отдельную лекцию читать. Если вопросы накапливаются дома, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Если не успели на четыре, приходите в шесть. Два дня у нас в неделю стоит, в расписании пара одна, пожалуйста. Вопрос есть? Нет. Нет? Сурургавалхаса, ментбарь, так хорошо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин